19 сентября в актовом зале профессионально-педагогического колледжа прошел межрегиональный молодежный форум «Формирование у молодежи культуры национального общения. Опыт, проблемы, перспективы». В качестве гостей присутствовали заместитель министра по национальной политике, представители религиозных конфессий, сотрудники правоохранительных органов и более 200 студентов СУЗов и ВУЗов города. Заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов от имени главы города Занюдина Акмазова и депутатов городского собрания выступил за словами приветствия, рассказом о цели проведения мероприятия и наилучшими пожеланиями в адрес участников форума. «Сердечно приветствую всех вас, собравшихся для обширения важных вопросов духовно-нравственной жизни, межитнических и межрегионных отношений. В наше время, когда процессы глобализации стирают границы между различными культурами и религиозными традициями, разрушая передающиеся из поколения в поколение представления о вечных ценностях, такого рода встречи обретают особую актуальность. Главным именно нового поколения зависит вектор духовно-нравственного развития наших народов. Пойдем ли мы путем размывания собственной национальной, культурной и религиозной идентичности, станем ли мы легкой добычей экстремистов, пытающихся разжечь религиозные конфликты, или же продолжим создавать уникальную обществу народов, гармонично развивающихся во всех сферах и вместе с тем свято хранящих свою веру и традиции, по примеру наших речественников. От имени министра по национальной политике Республики Дагестан выступил первый заместитель Гарун Давыдов, который подчеркнул важность проведения данного форума на республиканском уровне. В наше время, когда процессы глобализации стирают границы между различными культурными, преливерсными традициями, разрушая передающиеся из поколения в поколение представления о вечных ценностях, такого рода встречи обретают особую актуальность. Министерство по национальной политике Республики Дагестан уделяет приоритетное внимание сохранению межнационального мира и согласия в регионе, укреплению общероссийского гражданского самосознания, у населения республики, противодействию идеологии экстремизма, терроризма, сохранению этнокультурной самовысленности народа, проживающих на ее территории. В этой масштабной работе мы очень рассчитываем на вас, вашу ответственность, искреннюю любовь к родному краю. Ждем от вас свежих идей, инноваторских проектов, конструктивного взгляда на современные проблемы и их решения. В своем выступлении председатель Совета имамов города Хасавюр Дюйсуп Магомедов поздравил присутствующих с наступлением Нового года по мусульманскому календарю и отметил важность проведения мероприятия с религиозной точки зрения. У нас, конечно, сегодня здесь говорят про межкофессиональных и межнациональных вопросов. В исламе, в религии ислам такого нету. Вот, к примеру, мы возьмем, начиная с пророка Адама А.С., кончая пророки Мухаммаде, всего было 124 тысячи пророков. Между этими пророками никакой нации, никакой милляд Ани-Ля-Зля не было у них. Они были одной нацией. После них было 124 тысячи сподвижников, в том же количестве, как и пророки. Между сподвижниками тоже не было никакого, ничего такого национального. После них были правы негитаряны, между ними тоже не было. Они не говорили тот ферз, этот араб, этот кто-то. Если мы следуем за нашими пророками А.С., за нашими сподвижниками, давайте мы тоже не будем различать ни на нации, ни на другие конфессии. Вот самое главное, что мы должны соблюдать, мы должны постараться быть справедливыми, не различая ни религию, ни нацию. Пророк А.С. в своем хадисе говорит, установить в течение часа справедливость, это намного больше и выше, чем совершить поклонение в течение 60 лет. Валерий Галкин, настоятель храма, выступая перед участниками, рассказал о важности проведения форума с целью развития духовно-нравственных качеств и формирования молодежи как личность. Самое главное, выступая на таких форумах перед молодежью, мы, старшее поколение, которое определяется для вас, собирая вас здесь перед собой, должны у вас сформировать такое отношение и научить вас чему-то, передать вам опыт, для того, чтобы вы могли сформироваться как личность. Если вы будете как личность образованными культурными людьми, то никаких междунациональных, международных отношений плохих не может быть никогда. Выступающие говорили о проведении профилактических бесед и встреч, направленных на выявление факторов вовлечения учащихся в экстремистскую деятельность. Также речь шла о противодействии проникновению в молодежную среду идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии.